Нужно вспомнить, что такое вообще гауссовая сумма, и, господа, собственно, преодолеть эту... Это не простая вещь. Вычисление гауссового суммы заняло у гауса очень большое время. То есть, он очень многие вещи, что быстро выставил, человек был совершенно гениальный, но в какой-то момент он нашел квадрат гауссовой суммы и дальше понял, чему же она должна быть равна, но никак не мог доказать, что она именно этому равна. И, в конце концов, доказал почти всегда, когда изучают квадратичные законы стоимости, ограничиваются тем, что его доказывают с использованием квадрата гауссовой суммы. То есть, на самом деле, для доказательства квадратичного закона взаимности то, что я сейчас рассказываю, не нужно. Но просто математика так устроена, что всегда хочется знать точную величину, а не то, что она в квадрате, чем у травмы. Итак, поехали. Пусть В простое число. Ну, например, правильный пяти. В таком случае мы можем рассмотреть правильный пятиугольник, вписанный в окружность единичного радиуса, окружность в центре в начале координат, связанному радиусу на 1 и разделить ее на 5 равных делик. И вот это число обозначить Вы помните, что были лекции Шкреда, у нас был целый курс про это. Мы вычисляли исследование Фурье. И, в частности, мы там говорили о такой сумме, она там очень-очень часто бывала, сумма взита в степени А квадрат, где А пробегает значение от нуля до b-1. Ну, что это такое? Это дзита в нулевой степени, плюс дзита в первой, плюс дзита в четвертой, дзита в девятой и дзита в шестнадцатой. Давайте посмотрим, что это на самом деле такое. Это единица плюс дзита в шестнадцатой, поскольку дзита – это корень по этой степени из единицы, то дзита в шестнадцатой и двадцать в шестнадцатой и двадцать в шестнадцатой. Смотрим на картинке. Два дзита – это вот так, два дзита в четвертой степени – это вот так, единица – это вот так. Ну, видно, что сумма расположена куда-то вот туда, симметричные вектора, сумма идет куда-то туда. Оказывается, что сумма будет равна в точности числу корень из пяти. Чуть-чуть больше. Это даже легко доказать геометрически, я сейчас не буду на этом останавливаться, именно для пяти. А вот для любого простого числа, вычтить сумму Гаусса – это есть, собственно, наша цель. Я сейчас просто чуть-чуть напомню, напомню, что бывают квадрактичные вычеты, бывают квадрактичные невычеты. Что такое квадрактичный вычет? Это остаток от деления числа на П, где… Число не делится на П, да? Что такое квадрактичные невычеты? Это остатки, которые не делятся на П, то есть не ноль, и непадрактичные вычеты. Для гауссовой суммы есть такой замечательный у нас способ. Вот смотрите. Фактически вы видите, что здесь возникли с коэффициентом 2 дзинта в степени квадрактично-вычеты. Поэтому гауссовая сумма – это на самом деле вот что такое. Это единица плюс двойка умножить на сумму от единицы до П-1 наполам зида в степени А квадрата. Проще говоря, зида возводим во всевозможные квадратичные вычеты по модулю П, да? Давайте посмотрим, как это можно записать по-другому, да? А вот как. Если вы возьмете все возможные степени, то у вас будет 1 плюс зида, плюс зида квадрат, плюс зида квадрат, плюс зида квадрат, плюс зида в четвертый. Ну, а в общей ключи, например, минус 1, если это будет 0. Соответственно, если вот такое равенство вы отсюда вычтите, то получится, замечательная вещь, получится, что у нас есть сумма, смотрите, у нас есть сумма символа А по П, умноженного на зида в степени А. А выбегает значение от нуля до П-1. Вот это у нас все выписывалось, я просто сейчас напоминаю. Еще один пример. Еще один пример. Я нарисую вам сейчас картинку для случая на П равно 7. просто чтобы вы видели, как там расположена наша галлюстрая сумма. Значит, смотрите, нужно взять окружность радиуса 1, вот число 1, и на этот раз разделить ее на 7 рук. По-моему, примерно так, да? Ну, не знаю. Так. Так. Ну, в общем, ребята, на 7 равных 4 делить мне, может быть, замер, неправильно работает, но в любом случае вот это вот будет зида. Это зида в квадрате, зида в кубе, в четвертой, в пятой, в шестой. Сумма, разумеется, 0, потому что векторы направлены в решение направленного 7угольника из центра в сумме 0. Так вот, какие квадратичные вычеты у нас есть по 0 и 7? Ну, очевидно, единица, четверка, 9, то есть 2. Значит, мы берем вот этот вектор, то есть этот 2, да? Дальше в четверку входим сюда и в двойку. Давайте подумаем, как примерно выглядит сумма этих векторов. Если мы возьмем сумму вот этих вот двух, то видно, что она пойдет примерно сюда. Если вы вот это вот еще прибавите, ну, не знаю, куда-то, да, куда-то она пойдет вот туда, куда-то, правильно? Вот такой вектор. Вот. Потом это надо будет умножить на 2. То есть вы получили такую сумму, и надо будет умножить на 2. Так вот, если вы к этому еще прибавите единицу, то оказывается, вы попадете в точности в число корень 7. В общем, теорема Гаусса утверждает, что Гауссова сумма равна просто корень квадратов из П, если П дает остаток 1 при делении на 4. На самом деле Гауссова сумма можно определять не только для простых чисел, но, в общем, не трудно понять, но посчитать, что если вы знаете ее для всех простых, то дальше уже все вычисляется. И для любого натурального числа N можно выписывать, и там тоже будет 4 варианта, да, там N дает остаток 0 при делении на 4, 2 при делении на 4. И вот, и явная формула, очень сложно это все выписывается. Настоящая проблема – это доказатель для простых чисел. Так вот, мы сейчас с вами это можем сделать. Потому что у нас есть вот эта вот крайность. Мы знаем, что такое A2N. Разумеется, в качестве числа 2M мы возьмем число… В качестве числа Q мы возьмем… Ну, здесь вариант. На самом деле, если знать то, что у нас дальше будет, я бы сейчас мог взять очень смысловатую. Потому что там, по ходу дела, возникнет некое странное выражение. Я мог бы сейчас прямо с умным бидом написать, да, но, ребята, давайте я не буду выпендриваться. Я просто возьму 7. Потом объясню, что это на самом деле делать. Но сейчас просто в качестве числа Q я возьму 7. И теперь надо… Почему я вот это выражение все время не стирал? Надо подставить… Надо подставить вот в эту вот длинную-длинную формулу… Так, ну, здесь, правда, N написано, но ничего страшного. Вот. Мы должны вот эту длинную-длинную формулу подставить, повторяю, в качестве числа Z, да? Очень интересный вопрос. А в качестве X? Что будет представлять? Как вы считаете? Нам формулу нужна? Формула, внимание, как-то связанная с гауссской суммой. Что будет представлять? Коля, это у нас специалист. Минус X. А? Ну, надо вынести все Q и подставить X равно минус X. О, Коля молодец. Смотрите, что ты сказал. А вместо X подставим минус X. Не будем числа подставлять. Нам интересно, чтобы это осталось многочленным. Поехали. 1 минус сита X. 1 минус сита квадрат X. 1 минус сита квадрат X. И так далее, и так далее. Единица минус… В качестве N мы подставляем по минус 1. Единица минус сита в P-1 в степени X. Равняется. Сумма числа сочетания из P-1 по K. Прямо все. Так, здесь уже вместо Q надо подставить сита. Умножить на X в степени K. Вот дальше очень важно. Умножить на минус 1 в степени K. Потому что вместо X мы подставим минус X. Я еще умножить на сита в степени K. K-1 по полу. Теперь надо вынести из всех скобок сита и подставить сита квадрат. Давайте теперь действительно подумаем, что у нас на самом деле в левой части. Не надо ничего не носить. Коля, это я когда тебе рассказывал, я не носил, а на самом деле ничего не надо. У нас здесь многочленов. Какой степень? По минус 1. Давайте поймем, какие у него корни. Понимаете, что если вместо X подставить сита, то вот этот скобок станет 0. А предыдущий скобок станет 0, если вместо X подставить сит в квадрате. Вот у этого другая члена корнями являются числа от сита в квадрате и так далее. И это будет значение. Что это значит? А, да, надо еще старший процент найти. Вот здесь действительно надо, как говорит Ольга, носить. А именно, здесь это будет минус зита. Дальше минус зита в квадрате, минус зита в квадрате, минус зита в кубе, минус зита в степени P-1. Соображаем. P-1 число четное, поэтому все эти минусы дадут нам плюс. Это будет зита в степени P умножить на P-1 пополам. Значит, это надо зиту в P возвести в степень P-1 пополам. Но когда единицу возводишь в степень P-1 пополам, то чаще минус зита. Господа, это просто-напросто многочлен, который имеет корни зита, зита в квадрате и старший цвет в минус. Это многочлен деления круга на P-4. Если вы добавите сюда множек x-1 и разделите его на x-1, то вы обнаружите, что у вас есть многочлен, который имеет P-1 и так далее. То есть многочлен x по этой степени минус 1. А разделить не проблема. Это получается x в степени P-1 плюс x в степени P-2 плюс и так далее плюс x плюс 1. Господа, в левой части у нас на самом деле стоит многочлен, все коэффициенты которого это единица. В правой части тоже стоит многочлен. Здесь k выбегает значение от 0 до P-1. И это значит, что вот этот вот коэффициент равен единице. Мне, собственно, вот отсюда больше уже ничего не надо. Я пошел писать соотношение. Число сочетания из P-1 по k, если его умножили вот на это и на это, дал единицу. Соответственно, поделим вот на эту единицу, получим, что это есть минус 1. Там не Q, там ZITO. ZITO, ZITO, конечно, у нас везде ZITO. Умножить на ZITO в степени минус k на k плюс 1. Теперь я вспоминаю вот это вот равенство. Вспоминаю, что такое A и пишу, что это сумма по k от 0 до P-1, потому что у меня это самое равенство, как раз по минус 1. Минус 1 в степени k умножить опять на минус 1 в степени k умножить на ZITO в степени минус k умножить на k минус 1. Вот, господа. Разумеется, здесь у нас вместо коммунатом всех ZITO, потому что мы подставили. Вы получили такое равенство. Согласитесь, что с ним, наверное, теперь интересно работать. Ну, во-первых, минус 1 в степени 2k – это, конечно, единица, поэтому это можно просто убрать. Ну, теперь она подставит ZITO вместо ZITO в степени минус 2. А сейчас посмотрим минус k умножить на а в степени 2. Теперь у нас такая проблема. Нас вообще-то интересовала гауссовая сумма. В гауссовой сумме складывались, как вы помните, величины, вида ZITO в степени A2, где A пробегала всю систему личных тонн. Здесь похожие выражения, но все-таки это не A2, а что-то такое урехито. Значит, мы должны каким-то способом сделать замену переменной, каким-то образом суметь добиться, чтобы вот здесь возникло такое выражение. Есть разные способы это делать. Один из способов такой. Давайте сначала подро избавимся от деления на 2. Для этого нужно подставить вместо k, что 2k. Ну, 2, 2i, да. Потому что число 2i точно так же пробегает полную систему вычетов. И тогда у нас... Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Значит, что у нас будет? У нас здесь будет сумма. l пробегает значение от 0 до b-1. ЗИТО в степени минус 2l умножить на 2l плюс 1 пополам. Так, да? Теперь ужасно интересно, что это за такое. Это двойка сокращается, правда? А почему? Что? А почему не по b минус 2l пополам? А потому что... Все, я тебе хочу. Когда вы берете сумму, в которой p слагаем, вот здесь написано там k по передачей от 0 до b минус 2l. На самом деле мы же считаем, что у нас k берет остатки отделения на p. Если вы измените k, прибавите p или вычтете p, от этого вот это выражение, по-моему, p не изменится. А значит, и zi в такой степени не изменится. Я говорю, что если мы берем числа от 0 до минус 1 и все их умножаем на двойку, и потом берем остатки отделения на p. Это та же самая система. Вот. Итак, что это такое? Это zi в степени минус 2... Кстати, я не думал, что мне стало легче, если честно. Минус 2l квадрат минус l. Я не буду делать, а поступлю по другому. Поступлю по другому. Так будет проще сейчас. Господа, я... Сейчас идут чисто, что у нас методические спори внутри меня. Я попытаюсь это объяснить попроще. Дело в том, что главное, что нам нужно было, мы уже сделали. Вот эта формула. Осталось просто ее причесать немножко, и все получится. Господа, есть такая идея. Понимаете ли вы, что если сюда вместо zi написать букву x, то на самом деле в левой части будет какой-то многочлен x. Согласны? Вот давайте представим себе, что вместо z приставок x. Это многочлен, большой смех. Это сумма всех нечертных чисел. Норма. Тут 2a минус 1. Но теперь мне это многочлен. Здесь нет. Не многочлен. Но если вы напишите нужное количество групп в p, то здесь будет тоже многочлен. Правильно? На нужную степень при этом можете, то тогда это можно представиться как многочлен. Так? Отлично. А первый вопрос. А что значит, что у вас... Ну давай так скажем. П квадрат минус k на ракурс 1 пополам, да? Что значит, что у вас в точке zi два многочлена с целыми коэффициентами равны? Что означает, что zi-то корень вот такого мугочлена? Это значит, что на самом деле этот мугочлен делится на x в степени p-1, то есть x в степени p-1, то есть x в степени p-2 и тогда p-1. Не бывает, чтобы у вас корень zi-то был, а корня zi-то не было. Понятно, о чем я говорю? В алгебре есть такое понятие спряженные числа. Если многочлен имеет один корень, то любое спряженное число тоже корень. Для числа zi-то спряженное это в точности zi-то, zi-то квадрат и так далее, zi-то степени p-1. Значит, если я сумел доказать вот такое вот равенство, то я могу вместо zi-то подставить zi-то квадрат. Если оно верно для zi-то, то оно верно для zi-то квадрат. Отлично. И сразу же станет намного легче. До m единица минус zi-то в степени 4k-2 равняется сумма zi-то в степени минус k квадрат плюс k. Мне мешался там знаменатель двойка, а благодаря подстановке вместо zi-то, zi-то квадрат я от этого знаменателя избавился. Почему минус k квадрат плюс как-то? Потому что минус. Спасибо. Увидели? Теперь осталось чуть-чуть. Я здесь вот напишу сумма zi-то в степени минус k плюс 1,2 в квадрате плюс 1,4. Так, только вот здесь очень важно. Что такое 1,4? 1,4 имеется в виду по модулю m. Т.е. надо взять такое число, которое при умножении на 4 даст остаток 1 при линии на 4. Понятно? Это не настоящее 2, это какое-то целое число. А? В зависимости от того, какой подойдет остаток при линии на 4. Если он на 2 умножит, то получится 1. Понятно? Ну, мне это на самом деле не важно. Вы сейчас увидите, что все будет хорошо с этой линии на 4. Вот. 1,2 – это то же самое, я ее только обведу. Это не 1,2 в настоящее. А это такое число целое. Такой остаток отделения. Так что если он на 2 умножит, то получится 1. Понятно, да? Ну, если на самом деле это 1,2, то пишу вам точную форму. Ой! Ой! Напишу вам точную форму. Сумма зита в степень минус. Здесь будет 1,2 – это будет p плюс 1 пополам. Это уже настоящее число. Вот это вот 1,2. Здесь будет плюс, здесь будет в квадрате. Здесь будет плюс p плюс 1 пополам в квадрате. Вот так. Вот. Теперь у меня k, значит, пробегает по прежнему значения от 0 до –1. Теперь осталось чуть-чуть. Теперь осталось чуть-чуть, потому что мне уже все вообще не нужно. Я просто краинство, которое доказал, сейчас еще раз перепишу и вы все поймете. Вот, господа, посмотрите, что у нас там написано. Произведение. 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 От единицы до... Ну, то есть, да, плюс 1 пополам. До и плюс 1 пополам. Так. Что здесь? Все-таки для понятности напишу следующим образом. Зито в степени 2k минус 1. Сейчас. Нет. Минус 2k плюс 1. Минус зито в степени 2k минус 1. Вот. Там было единицы минус зито в степени 4k минус 2. А я вынес зито в степени 2k минус 1. Вот так, на самом деле, будет понятно. Да? Такое произведение. Такое произведение. Равняется, как вы уже поняли, в сумме. Смотрите. Когда k пробегает все остатки, то k плюс 1 пополам должен пробегать все остатки. Поэтому здесь, на самом деле, будет зито в степени минус а квадрат, где а пробегает значение, значит, от 0 до p минус 1. И еще это надо будет умножить на зито в степени p плюс 1 пополам в полете. Вот. Вот такое равенство. Опять неприятность. Зито возводится в степени минус а квадрат. Ну, если вы с голосовыми суммами работали, то знаете, что это неприятность, на самом деле, легко преодолеть. Вы просто там вынесется, вы умножите, да? Но если не помнить, то сейчас есть такой наш стандартный способ. Мы опять говорим, что вообще-то это некое соотношение с дзито. И если оно выполнено для числа дзито, здесь ничего, кроме знаков деления, умножения, почитания, сложения нет. Если оно выполнено для дзито, то оно выполнено для дзито минус первой степени. Поэтому я могу наконец-то написать, подставив везде вместо дзито, дзито минус первой степени, я могу наконец-то написать гауссу сумму. от нуля до b-1. Сито в степени минус b-1 пополам в квадрате. так, здесь давайте подсчитывать. Вот эта штука, у нас ведь это сумма просто нечетных чисел, да? это сумма от 1 до... до b-2. До p минус 2, правильно? До p минус 2, отлично. А это означает, что это на самом деле будет дзито в степени минус. По минус 1 в квадрате. Не совсем, по минус 1 пополам в квадрате. Да, по минус 1 пополам в квадрате. Замечательно. Дальше будет произведение. Дзито заменяем на дзито в минус 1. Дзито в степени 2к минус 1. Минус дзито в степени минус 2к минус 1. Так. Ну и по-прежнему, как пробегают все значения от 1 до минус 1 пополам. Господа, осталось совсем чуть-чуть. Осталось, во-первых, посмотреть на вот это. Значит, перенести зито в этой степени сюда. Или лучше, наоборот, перенести вот это туда. Да? Тогда у нас возникает такая разность. p плюс 1 пополам в квадрате. Минус p минус 1 пополам в квадрате. Ужасно интересно, что это такое. Просто p, да? Просто p. Просто p. Вы понимаете, что это значение? Сито в степени p это что? Единица. Это единица. То есть я могу вот это просто-напросто зачеркнуть. Очень хорошо. Это здесь гауссовый сумм, который нам интересен. Здесь произведение как типочисло. Вы помните, что вообще-то нам в первую очередь интересен знак гауссовый сумм. Модуль это уже так называется, да? Вот, потому что модуль там легко считается. Ну, мы сейчас за одной модуль посчитаем. Но давайте подумаем насчет знака. Что это такое на самом деле? Это очень просто. Если вы нарисуете правильный вбл, то вы обнаружите, что вот здесь написаны следующие штуки. Так. Кто здесь написал? Зито в степени 2к минус 1 минус зито в степени минус 2к. Вертикальные отрезки. Написаны вертикальные отрезки. Отлично. Так, я должен только-только понять. Значит, здесь вот есть зито в 1, здесь вот есть где-то зито в 2. Можно я возьму конкретное число, скажем, 7, и посмотрю, что это за число. Тот самый наш синий угольник. Опять выписываем. Здесь будет всего три множителя. Зито в 5 минус зито в минус 1. Зито в 3 минус зито в минус 3. Зито в 5 минус зито в минус 5. Так. Что такое зито минус зито в минус 1? Это вот эта фигура. Что такое зито в 3 минус зито в минус 3? Это вот такое множество. Их две штуки смотрят вверх. Замечание. Что такое зито в пятой минус зито в минус пятой? Это смотрят вверх. А, я понял. Я понял. Господа, пока мы идем вот этими числами, и они остаются над осью абсцесс, то вот эти вот вектора будут смотреть вверх. Понятно? Как только мы получаем число такое, что 2к минус один больше, чем, то есть вот уходит вот сюда, то вектора смотрят вниз. А почему? В смысле, вектор от... У меня здесь реально написаны все ничетные числа. Ну да. У меня здесь написаны все ничетные числа. При этом в ничетное число стоит стрелочка. То есть у меня всему P минус один пополам стрелочек. Вот очень важно понимать, что часть из них смотрит вверх, а часть из них смотрит вниз. Понятно, да? И осталось, собственно говоря, понять, какой знак этого произведения. Утверждение такое, что если P дает остаток один причинничек, то ситуация одна. Если P дает остаток три причинния четыре, то ситуация другая. Ну, давайте разбираться. Если у нас имеется число P вида 4n плюс один. Какие бывают нечетные числа и сколько их? Бывают нечетные числа 1, 3 и так далее, 2n минус один. Они смотрят все снизу вверх. Так? А бывают еще числа 2n плюс один, 2n плюс три и так далее, и так далее, до 4n минус один. Все они смотрят вниз. Да. Всего нечетных чисел, если я правильно понимаю, двоя штука. Так? Значит, я должен узнать следующую величину. Значит, когда число смотрит вверх, аргумент у него это P пополам. Значит, я должен P пополам умножить на вот это вот количество. На количество нечетных чисел от 1 до 2n минус один. Их на самом деле n штук. Правильно? И дальше я должен взять 3 вторых P тоже умножить на n. Меня интересует, какой будет суммарный аргумент. Ну, P пополам плюс три P пополам, это сколько? Это 2P. 2P и n. Ну, то есть на самом деле получилось вещественное положительное число. Чуть-чуть меняем. Число n будет 4n плюс 3. В таком случае 2n плюс 1, оно все еще в верхней части. Здесь будет 2n плюс 2, вплоть до 4n плюс 1. Какая будет формула? Будет P пополам умножить на n плюс 1, потому что здесь добавилось одно число. А здесь, как помните, одно ушло и одно добавилось. Поэтому так и будет. 3 вторых P умножить на n. Ну, вы сами понимаете, это 2Pn плюс 3, вплоть до 4. В общем, это и вещественное число, умноженное на n. Ровно так и должно быть. Наверное, это можно было как-то проще объяснять. Но, в общем, про аргумент так или иначе я объяснил. Теперь, чтобы найти Гауссу сумму до конца, осталось только объясниться с модулем. Ну, на самом деле, это еще иначе. Господа, вы заметьте, что здесь для того, чтобы разбираться с аргументом, я вносил цифры в какой-то степени. На модуле это вообще никак не влияло. Поэтому, если на самом деле нас что-то интересует, то мы должны посмотреть вот сюда. Давайте смотрим сюда. Мы должны, на самом деле, разобраться с вот таким вот выражением. Найти его модулем. Для этого достаточно посмотреть, что это такое на нашем многоугольнике. Смотрите, это же просто-напросто ходы. Смотрите, до единицы, до тройки и до пятерки. Это три разные определения хорды, выходящие из числа один. А есть такое замечательное свойство у правильного многоугольника. Да и вообще у правильного многоугольника. Что если вы берете... Давайте я для простого числа могу объяснять. Если вы берете точку и соединяете ее с всеми вершинами нашего другими вершинами. Если вы берете точку и перемножаете длины, то вы получаете число В. Объясняю почему. Потому что нас сейчас на самом деле интересует такое выражение. 1-дито умножить на 1-дито квадрат, 1-дито квадрат, 1-дито квадрат, 1-дито квадрат, 1-дито в степени В-1. Вот если я докажу, что это у нас есть П, то все будет замечательно. Но мы с вами помним, что когда берешь многочлен, И, значит, если вы вместо Х подставите единицу, то вы в точности получите эту группу. Вот это доказательство я узнал неделю назад.